Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Хейдвуд Харди – британский художник, в частности, анималист, рисовавший сцены верховой езды. Он также писал пейзажи, портреты, особенно конные портреты. Данные я беру из Википедии. Хейдвуд Харди родился 25 ноября 1842 года в Чистере. Младший из десяти детей художника Джеймса Харди-старшего. Его отец был главным трубачом в частном музыкальном оркестре короля Георга IV. Когда ему было 17 лет, Хейдвуд Харди покинул семейный дом. После ссоры со своим вспыльчивым отцом переехал в Кеншем, это недалеко от престоля. Его первые две картины, пейзажи были приняты на выставку в Королевской академии в 1864 году. В том же году он был назначен прапорщиком в 7-й Саммерширский стрелково-добровольческий корпус на должность неполного рабочего дня. Учился в школе изящных искусств Парижа. Его главным учителем был Исидор Пиллс. Харди проводил большую часть своего свободного времени, копируя картины в Лувре. После нескольких лет, проведенной в Париже, Хейдвуд вернулся в Англию через Антверген. И в 1869 году жил в Горинге, Оксфорд, Шири, недалеко от моста через Темзу. В 1870-м переехал в Лондон и зарекомендовал себя как художник-анималист. В 1873 году газета «Таймс» прокомментировала его картину с изображением сражающихся львов, выставленных в Королевской академии. «Мы не помним такого смелого и решительного произведения живописи «Диких животных», написанного английской рукой. «Таких мало, у кого было со времен Рувенс», так было написано в газете. Картина сразу значительно повышает художественный ранг художников. Посетил Египет в 1873 году, чтобы нарисовать дикую природу. В Лондоне изучал сравнительную анатомию животных птицу профессора Альфреда Генри Гаррада, руководителя научного отдела лондонского зоопарка. Сделал иллюстрации к исследованию Гаррада о лошадиной походке. Лошади и верховая езда были сюжетами большей части более поздних работ Харри. Он пользовался большим спросом на написание конных портретов и изображение самых известных охот своего времени. Писал портреты. Известный портрет, включая портреты леди Иды Ситуэлл. Ее муж, сэр Джордж Ситуэлл, заказал портрет в качестве свадебного подарка. Его последними картинами были алтари для церкви Святой Марии XIII века в Климпинге, Сасике, и для церкви Святого Луки в Королевском госпитале Хаслар. Был членом основателем Королевского общества художников-портретистов, членом основателем Королевского общества художников-афортистов и членом Королевского института художников, ассоциированного членом Королевского общества акварели. Прах Харри был похоронен в церкви Климпинг в 1933 году. Вот так вкратце из переводной википедии о Хейлоде Харли, британском художнике, в частности, который занимался рисованием конных портретов. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.